Световозвращающий флешмоб Сегодня у нас в школе прошла акция «Быть заметным модно». Творческим номером 11 класса совместно с родителями Мы попытались привлечь внимание общественности к проблемам детей и взрослых на дорогах И мы призываем каждого быть заметным и в жизни, и на дороге Мы благодарим 11 класс и классного руководителя Ольгу Павловну Руденко Флешмоб в поддержку безопасности пешеходов состоялся 15 января В рамках профилактического мероприятия «Пешеход-пешеходный переход» Во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД В декабре месяце центром Ладога проводилась региональная акция «Быть заметным – это модно». Образовательные организации Сланцевского района присоединились к этой акции И сегодня обучающиеся Сланцевской школы номер 6 провели такую акцию, которая называется «Быть заметным – это модно». Направлена она на популяризацию использования светоотражающих элементов И снижение детского дорожно-транспортного травматизма и пешеходной аварийности в целом Напоминаем, что за нарушение пешеходами правил дорожного движения Предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.29 И влечет наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа 500 рублей В ходе мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Виктория Степанова И члены проекта «Родительский патруль» проверяли наличие у детей светоотражателей И вручали всем участникам тематические памятки Разъясняя необходимость использования фликеров на одежде в темное время суток Которые обеспечат их видимость водителям транспортных средств Надо сказать, что с начала 2020 года в Сланцевском районе Уже зарегистрировано два наезда на пешеходов, которые произошли в темное время суток При этом световозвращающие элементы в своей одежде пешеходы не использовали По статистике 90% наездов на пешеходов приходится именно на осенне-зимний период Когда видимость пешеходов на дороге значительно снижена И водители не всегда могут заметить вовремя пешехода на проезжей части дороги Именно поэтому Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов и водителей На необходимость использования светоотражающих элементов в одежде И напоминаем, что с 1 июля 2015 года в правила дорожного движения Внесены изменения, которые обязывают пешеходов вне населенного пункта В темное время суток иметь при себе светоотражающие элементы Продолжение следует...